Привет зрители! Третий ролик с этой кольцевой лампой. Сейчас у нас будет обзор съесть или выкинуть съедобное несъедобное. Я решила ококошить пакетик перед тем как санступит Новый год, чтобы меньше хлама было в квартире. Я тут лапами машу, а на самом деле не видно, потому что как-то поднимаю эти лапы слишком низко. В общем у меня закончился. Мой любимый чаек. В рашке он немножко другой по вкусу. Ну там это японский, а там попадается в рашке в основе китайский. По крайней мере японский мне пока не попадался, да и давно не покупала сама. Это мне мой приятель прислал по моей просьбе. Тут было целых 200 грамм. Очень нравится этот чай мне и моей тете, а еще моей одной подружке. Моя подружка называет его чай с лебушком, и мы теперь его тоже так называем, потому что тут дутенький рисик и зеленый чайчик. Это у нас хоть дитя. Плотный такой хороший пакетик, но закончился, блин. Если вдруг ты зритель смотришь меня и думаешь, блин, Лёля, ты такая классная, что бы тебе такое выдать, чтобы ты была еще более классная. Я люблю чайные обзоры, люблю чайные обзоры, которые делает Лёля, а иногда Лёля делает с дегустацией, сделаю как-нибудь. У меня там еще один чай стоит. Специально я его не пью, чтобы хоть чуть-чуть осталось для дегустации, потому что человек как-то в комментах попросил чай с золотой плесенью китайский, но это японский. Если вдруг такое вот счастье есть, то я буду рада получить от тебя чай на обзор в подарок. Очень классный чай. Так, у меня тут что это в пакетике? В пакетике лежит пакетик из-под орехов, которые мне очень понравились. Вообще мне понравились внезапно эти орехи. Я сейчас стараюсь, если не забываю, в сутки есть, по большей части стараюсь есть их в первой половине суток после завтрака с чаем, орешек или два, ну или в крайнем случае в течение суток. Если забываю утром, то где-то вот ближай, вечер или днём. Хорошая внезапная фирма Ореховый Восторг. Тут были бразильские орехи. Дарите любимый Восторг. Покупала за 443 рубля, за 400 грамм по скидке на Вайтберрис напополам с тётей, потому что мне много особо не надо было, а ей вроде как пакетик, ну, дорого. За 400 грамм 443 рубля. Короче, намного дешевле, чем покупать у нас на развесу Угрича, потому что у нас я последний раз покупала в ноябре, что ли, там полторы тысячи за килограмм было. Ну, довольно так. И дёрого, плюс орехи были, ну, такого себе качества. Они, видимо, там лежали ещё 300 лет, хренат. И у меня на 200 моих грамм вышло штук 10-11 орехов, ну, таких порченных. Тут мне только один такой попался, ну, такой странный по вкусу, очень хорошие орехи, практически без сколов. Если что, я вот вам советую такой фирмы. Я так понимаю, что у них, в принципе, не только орехи, ещё сухофрукты. В общем, я просто для себя определилась, что если буду видеть по скидке какие-то орехи, которые мне надо, вот именно этой фирмы, то буду, конечно же, покупать с удовольствием. У них хороший, в принципе, срок был. Ну, не сказать, что супер хороший, но до 15 марта следующего года их вполне себе можно сожрать. Ой, до 15 февраля следующего года, потому что, в принципе, они мне где-то в начале декабря, что ли, пришли. Ну, я так как я ем где-то по 2 орешка мак, и очень редко, когда 3, ну, по 2-1 орешек в день, то вот мне этих 200 грамм где-то на полтора месяца хватает. Финики сушёные без сахара. Очень какая-то странная марка. Поставщик Меркурий. Просто тут чуть замарка так размыто написана, а дальше Вайберис, как обычно, заклеил. Вот в таком пакетике прозрачном я покупала за 169 рублей килограмм фиников сушёных на Вайберис в период скидок. Обычные хорошие финики. Я считаю, что это нормальная цена. Это адекватная цена. 169 рублей за килограмм фиников сушёных. Это норм. Так. У меня тут случайно купилась сметанка, альпийская коробка. Если у вас нет предубеждения против растительных жиров в молочке, молочка с растительным жиром, да, молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии сметаны, альпийская коробка, то, в принципе, содержит растительные масла, в том числе пальмовое, то, в принципе, я вам такое советую. Если вы, как я, у вас там аллергия на пальмовое масло, или всё-таки, если покупаете молочку, то ожидайте именно молочку, а не ничего. Тут уже без крышки я её умудрилась выкинуть. То, ну так себе. Вот я покупала за 32 рубля вот эти 20% жирности 200 грамм сметаны. До 10 января оно бы живое, 11 декабря оно создано. Ну, по виду оно такое, реально сметанный продукт какой-то, ближе к какому-то недо-йогурту. Конечно, супчик-борщичек оно побелит, но такой себе с картошечкой, ощущение, будто ты с майонезом это ешь. Я не ожидала, что когда я покупала эту альпийскую... Во-первых, я не знала, что альпийская коробка – это не молочный продукт 100%, это какая-то ерунда. А во-вторых, ну, я такое точно больше не буду покупать там в шутере, я знаю, что это такое. И в принципе я это не советую, потому что молочный продукт должен быть всё-таки молочным, без всякой ерунды. Максимум сухое молоко, разбодяженное водой, добавленное всякие там молочные бактерии и т.д. и т.п. Но никак не всякие странные масла. Я тут не поверю, зрители, если ты давно меня смотришь, то ты как бы в курсе, что у меня есть макаронная машина. Но когда я её покупала, мне так хотелось макарон, я пару-тройку раз её поюзала и забыла, потому что мне макарон больше не хотелось. Тут мне внезапно торфнуло, я захотела макарон. Я пошла в магнит, и чисто так, я уже теперь в курсе, что из сортов... Каких там пшеницы, пшеницы-то, блин... Из твёрдых сортов пшеницы получаются хорошие вкусные макароны. А из мягких сортов пшеницы получаются макароны, такие вот на зубах состревают какие-то. Они мягкие какие-то, но при этом они какие-то не такие. И я внезапно увидела магнитовскую марку макаронных изделий группы А высшего сорта, рожки, мука из твёрдой пшеницы высшего сорта, питьевая вода. Это состав. 400 грамм. Не помню, по чём, 30 или 40 рублей, я не знаю. И я купила вот сначала один, мне он понравился. А потом второй, думаю, блин, чё я макароны покупаю, ведь можно же сделать макароны. Чё-то у меня тут свет как-то пожелтел. Может, его как-то... О! Вот так, наверное. Добавить яркости. И с одной стороны, ну так чисто, когда по-быстрому надо что-то покушать, хочется очень кушать, ничего готового нету, фига к макарону. Там по сутку помыл, макароны готовы с сыром захомячим. Хорошие очень макароны, мне понравились. Я как-то, конечно, сподоблюсь, достану свою макаронную машину и сделаю себе макарон про запасы вообще. Но вот иногда так вот можно себе позволить такие макароны. Они дешевле, чем, допустим, Макфа и ещё какая-то там фирма типа Макфы. Но по качеству ничем не уступают. Точно такие же по качеству хорошие. Так что вот, если чё, советую. Суть такая, что я просто макароны сейчас крайне редко ем. Не знаю, как-то год с лишним их не ела вообще. По собственному желанию я их не ем, мне даже не хочется. Хотя я раньше очень любила макароны, меня дедушка называл макаронная поза. Я могла три тарелки с песочком макарон с ханачить или с сыром, а тут как-то с маслом и с песочком. Но только если вот в гостях приходишь, типа, будешь кушать? Ну, давайте, чё. Крайне редко, когда я прихожу в гости, меня спрашивают, будешь кушать? Нет, а чай, чай я не хочу. Чё с тобой случилось, заболела? У меня закончился чай. Как бы японский, но просроченный. Потому что, как бы, его уже просроченный продавали на Вайтберрис. Это японский чай, хрен знает, какого качества. Может, он, конечно, когда был непросроченный, был хорошего качества. Практически как и подати. Чай. Но это самое. Он уже был просрочен. Он до 10 сентября 2020 года был, а я его покупала летом этого года на Вайтберрис по скидкам. Тут было 100 грамм, это мать-тя, порошковый зелёный чай. Но цвет у него был вообще... У меня даже был пакетик, уже просроченный на тот момент, уже просроченный пакетик японского чая, присланного из Японии моим приятелям по моей просьбе. И когда он даже просрочился где-то на полгода, у него и тот цвет был не такой, как у этой блеклой, не пойми чего. В общем, с молоком его нормально выпить. Особенно для пищеварения хорошо, если у вас проблемы с пищеварением. Мать-тя. А так, ну, вообще какая-то, не пойми чего. Не советую. Если только, конечно, вам попадётся с нормальным сроком годности, тогда да. У меня тут пакетик дрожжей закончился. Он тут скотчем перелеплен, потому что я его в деревню брала, чтобы он не распутался. Саф-Левюр, дрожжи хлебопекарские, сухие, активные, для выпечки напитков. Французское качество. Такая на самом деле ерунда. Тут целых 100 грамм было. Они 14 октября, оказывается, закончили свой срок годности этого года. Срок у них вообще 2 года жизни. У меня выпечка на них никогда не поднималась. Чего бы я ни делала. На рецептах с мукой пудов обычно пишут при комнатной температуре в воде развести. Это ерунда вообще, мне кажется. У комнатной температуры сколько? 18-23, да, при случае. Обычно 18-20. На нём, на самом пакетике написано, что их надо разводить при жидкости в температуре 35-38. Ну, я разводила где-то и в 40 градусах, и 35-38, и чуть погорячее. Эффекта нет. Я вчера буквально делала хлебушек, и на что уж батареи уже горячие, можно было поставить в тёплое место в контейнере, вот это тесто подняться, но никак. А вот когда делала на нём квас летом, очень хорошо всё было. В общем, для кваса оно нормальное, а для теста оно какое-то ерунда вообще полное. Вот не оставалось, а там где-то грамм 30 или 40. Ну, короче, на несколько применений ещё вот такая приличная горка. Я высыпала это. Я увидела уже, что они просроченные, думаю, ну как бы, они у меня и с нормальным сроком годности не поднимались, а просроченные, разницы нету, там буквально на 2 месяца получается, потому что они до 14 октября, а сегодня уже 26 декабря. Вчера была 25 как раз. Я залила их просто горячей водой, практически вот, ну, градусов 90. И они реально как-то так вот дали эффект. Потом добавила разведённого сухого молока. Вот хочу потом посмотреть, что там, если добавить, эксперимент ради добавить туда муки, поставить, поднимется тесто или нет. Тут он есть какой-то рецептик. Я потом этот рецептик отрежу себе и сохраню. Французский сырный пирог. Ой, гамена сайна. Ну, в общем, если что, я не советую такие дрожжи, хотя у них состав нормальный, чисто дрожжи. Обычно пишут дрожжи, ещё какая-то ерунда вдобавлена. Зачем это ерунда дрожжам? Ну, в следующий раз хочу купить уже пачку дрожжей живых, которые разговаривают со всеми. И загубенить на них, потому что, помню, на пасечных таких живых дрожжах у меня нормально тесто поднималось. Так, чего у меня тут? Крупа ячменная, ячневая 800 грамм. Дары полей. 9 месяцев. 22.04.2020 года. Ух ты, она уже по ходу дела, я так понимаю, просрочилась. Я на срок-то только сейчас посмотрела, но я на неё уже варила, она вполне себе нормальная съедобная кашка. Я ела просроченную крупу. Трындец. Я ещё жива. Короче, обычная крупа продаётся в магните. Может, ещё где-нибудь. Такая самая бюджетная. Хорошая, даже когда прозрочится. Так, у меня тут закончилась красная чечевица, Global Village. Ну, сколько помню, Global Village – это марка магазина «Пятёрочка». Сколько тут было-то? Грамм-то. 450 грамм. Очень быстро разваливается. Я даже её как-то сварила, что-то забыла. Ну, думаю, чуть-чуть подольше поварю. А потом пройду блендером погружу. Смотрю, она самая разварилась. Такое вкусное. Пюре-зритель. Вообще обалденно. В общем, у меня как бы сейчас нет чечевицы, но у меня есть маш, нут, ещё какая-то требуха. А я решила, что больше не буду покупать впрок, потому что, во-первых, можно забыть. Во-вторых, как бы у меня теперь однокомнатная квартира, места мало, и всё это заваливать крупой, едой и так далее. Как-то мне не особо охота. Я ещё вчера выкинула старую свою ёлочку. Ну, кто в 12 ночи выносит мусор? Алёля. Мне попался на обратном пути совершенно только один человек. Я, кстати, заметила, она там вчера, пока я тут убиралась, а у нас и спала, и убиралась, у нас ёлочку с цветочном поставили. Новогоднюю. И она даже ночью сверкала огонёчками. Правда, я телефон дома на зарядке оставила, поэтому ничего не сфоткала. В общем, вот. Я иногда думаю купить красные чечевицы, сварить и похавать, но, с другой стороны, у меня куча всякого такого, и я что-то вот с этого осеннего сезона начала хавать именно вот, ну, в приоритете у меня всякие овощи, которые вот с огорода, с сада в смысле, а уже плюс-минус иногда там какие-то крупы. Ну, хорошая такая внезапно. Вот масло глобал веляшиноградное, мне не понравилось вообще какая-то хренатень. Ерунда на пустном масле прям. Да, вот так и есть масло на пустном масле. Просто я думаю, что там, наверное, уже передавленные эти зернышки были, плюс добавили какое-нибудь подсолнечное масло. А чечевица глобал веляш хорошая. Я не помню, по чём я её покупала, на самом деле. У меня на закладках висит на Вайтбрид за 395 рублей, кажется, килограмм какой-то красной чечевицы. Ну, и что-то вот как-то... А, нет, не чечевицы. Скорее всего... Да, там кино висит. Вот кино я всё время один раз покупала. Тоже как-то всё думаю купить. Ну, я думаю, чечевицу и кино купить, когда у меня хотя бы 1 треть крупы израсходуется, чтобы было куда убрать. У меня тут что? Кунжут белый вкусно. Полезно и вкусно. 1 килограмм. 8 ноября 2021 года сделанный. 12 месяцев срок годности. Это я на Вайтбриде по скидкам покупала. 249 рублей за килограмм. Очень хороший кунжут. Чей кунжут-то, кстати? Урожай 2021 года. Происхождение России. В России делают кунжут. Я не знаю, правда, может, у нас он растёт где-то. Может, он может расти у нас. Я вообще не загонялась, как выглядит кунжут, помимо того, как он выглядит в семечках. О, зритель, я нашла ещё пакет. Я думала, только один пакет сюда положил. Пакет, и в нём ещё пакет. В общем, это те же самые макарошки. Магнитовские бюджетники. Нет, есть ещё бюджетнее. Самой этой марки магнитовской тоже моя цена, но они с мягким соктом пшеницы. Они ели... Такая хрень, у меня только кушка их ела. Кищу сырой, очищенный. Кищу сырой. Вьетнам. Происхождение. Кто его делал, история умалчивает. Это я покупала, по-моему, на Вайтберрис. Вообще не помню, почём. Но хороший был кищу. Я по дурости его замочила. Я читала, что его надо замачивать. То есть всё потом сделала из него пасту. Паста не вышла. И сделала уже на основе этой пасты конфеты. Они у меня хранятся в холодильнике. Со всякими там, с кучей всяких сухофруктов. Суперфудные конфеты. И этот... А часть кищу я так слопала. А ещё делала из кэщи просто пасту. Ну, паста из кэщи, она такая. Не совсем тот эффект даёт. Как вот другая, допустим, ореховая паста. Лично мне. Она сладенькая такая. Её можно с чаем. Три чайных ложечки я ела нормально так. Или, как орешки, то 12 орешков. До 12 орешков в сутки с чаем. Также в первой половине. Так, что у меня тут ещё? Грецкий орех, очищенный. 500 грамм. Крепкий орешек. Ивановская область. Ах, Тамар. По-моему, на Вайтбрис покупала. Что-то довольно бюджетно. Дешевле, чем 400 рублей. Не помню, по чём вообще. Ну, 300 с чем-то. Или даже 200 с чем-то. Фиг знает. Ну, по скидке. Короче, хороший такой орешек. Хороший грецкий орешек. Там 80% было, как бы, ну, изначально в описании на карточке Вайтбрис было написано. По-моему, даже его обозревала и артикул писала в инфобоксе на этот орешек. 80% было чисто вот эти полностью цириковые орешки. И 20% ломаные орешки. Вот действительно так. Там очень мало ломаных орешек, на самом деле. Так, чего у меня тут еще? О, печенье. Я крайне редко покупаю печенье. Обычно делаю сама. Но если вот иногда хочется, и при этом нормальный состав, то я покупаю. Это я в Магнили покупала. Крекер Беженский бисер. Крекер Беженский бисер. Составь эти сейчас специально прочитаю. Мука пшеничная, вода питьевая, масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное, инвертный сироп, сахар, вода, регулятор кислотности, римонная кислота, гидрокарбонат натрия, соль, разрыхлители, карбонаты, аммонии, гидрокарбонат натрия, продукты яичное молоко, сухое, обезжиренное. Всё, прозрачный, нормальный состав, 400 грамм. И что-то довольно бюджетно, плюс нормальный срок годности. Оно 28 августа сделано и до 28 февраля следующего года в лобо. Очень хороший, вкусный крекер. Вот такие маленькие, такие крекерки. Я, по-моему, фоткала их, не знаю насчёт Инстаграм, но в Терегу точно скидывала. Да, в Терегу ссылка на неё есть, наверное, в инфобоксе. И точно есть на странице, на канале, на странице о канале. Если интересно, можешь туда присоединиться, если у тебя есть аккаунт. Если нет аккаунта, можешь завести аккаунт, присоединиться и читать аккаунт. А если нет ни того, ни другого, она вполне открывается с браузерной версии. Всё. Вот там оно и есть. Так, Эссе. У меня тут желатин закончился. Доктор Лоткер. Пищевой желатин не требует замачивания. Я не очень его догнала, но, по-моему, он какой-то ерундовский желатин. У меня совсем не вышло то, что мне хотелось. Оно как бы, оно вышло как желе, но не как мармелад. Я хотела сделать мармелад себе на основе желатина. Но что-то, в общем, как-то не вышло. И срок годности у него при этом как бы ещё на тот момент не закончился. Два-четыре месяца с даты изготовления 30 грамм. Я на нём что-то уже до этого делала. Не помню, что там было. И потом ещё сделала. И покупала его, по-моему, в Шане. Именно потому, что вот он не требует замачивания. Мне это подкупило. По-моему, ерунда какая-то. Не поняли мы с ним друг друга. У меня закончился порошковый китайский чай. Тут даже написано, честно, что цена произрастания Китай. Состав зелёный чай матя. Мы не будем говорить так, как пишут на Романзе. Зелёный порошковый чай 200 грамм. И цена у него была примерно вот так же. Может, где-то 210 рублей. Я его точно не помню. Но у меня есть отдельный обзор, посвящённый этим чаям. Тот, который до этого обозревал. И вот этот тоже. Отдельный ролик с дегустацией практически. Визуальной дегустацией. Вот там я по пиалочкам рассыпала. Из каждого пакетика какой чай по цвету. Вот с молоком его вкусно. А сам по себе он такая орунда. Хотя я его заваривала потом в чайнике. И он в чайнике заварочном, обычном керамическом. Он сохранял цвет вот такой, какой надо. В чашке он быстро бледнел, мутнел. И как бы... А в заварочнике он причём несколько заварочек выдержал. Потом уже совсем какая-то муть пошла. Я так и так хотела, чайник вылила. Можно, конечно, было размешать и допить. Ну, чё уж, я ж не совсем так бедствую, чтобы бодяжить эту бодяжку. В общем, вот. Вряд ли я такое буду покупать. Но если так вот чисто с молоком пить для пищеварения, то я такое вам советую. Вот тут никакой особой наклейки нет, только вот так. Это я на Майдере брала. Если интересный артикул, то гляньте тот ролик. Он, скорее всего, в плейлисте «Чай, чай, травы и цветы» или «Моя чайная коллекция» другой плейлист хренная. Так, у меня тут есть бумажка, я её специально оставила. Масло, которое очень понравилось моей кошке. Масло сливочное. Купила в Магните чисто по приколу. Не то, чтобы мне вот по зарез надо было масло. Да, вот мне по зарез надо было масло. Но я увидела, во-первых, оно что-то довольно бюджетно стало. По теперешним ценам где-то рублей 80. А во-вторых, из-за чего я его купила? У него был меньше процент жирности, чем обычная. Там 72% или 82%. Магнитовская марка. Магнит. 61,5%. Бутербродное масло. Масло специально для бутербродов. Ну, оно, конечно, мягенькая бумажечка. Но вот зелёная бумажка магнитовской марки, чисто магнит. Если вдруг увидите, советую. Я покупала магнитовской марки другое какое-то, более жирное масло, нормально было. Оно мягкое, хорошо мажется, вкусненькое. С булочкой, если ешь, такое ощущение, будто ты пломбир сливочный лопаешь с булочкой. Вот и в вафельном стаканчике этот пломбир сливочный. Хороший, который вот реально в составе. Вот что-то такое. Окошко, я не знаю, на первый раз я заметила, что у нас сливочное масло ела. Я тут масло как-то его на хлебушек, и она ко мне прыг через всю квартиру, ну, с комнаты на кухню нюхала. И вот так лапой, типа, дай, дай. Я отрезала кусочек прикола, я думаю, ну, точно не съест. А она его так захомячила, а ещё тянется. И большую часть масла сожила кошка. Тут 150 грамм, кстати, было. Так, чего у нас тут? Я тут, я крайне редко сейчас покупаю шоколад, и если вот уж совсем так охота. У меня есть свой самопальный, но как бы обычно он лежит в холодильнике, его надо ждать, пока он там более-менее станет нехолодным. Другой есть у меня очень супер шоколад, там тупо какао-бабы перемолотые, смешанные с сахаром, испрессованная такая плиточка, его надо грызть. Ну, как-то его потереть, но я его иногда в манную кашку тру. И крайне редко меня что-то торкают. Ну, я так поняла, действительно, я понимаю теперь людей, которые читаешь какой-нибудь цецепт самопального шоколада, пишут, что после этого вам не захочется есть покупной шоколад. Действительно, такое есть, потому что уже какой-то не тот вкус ощущаешь. Вряд ли, ну, конечно, вряд ли что-то так, а может быть действительно так, что шоколад там тот же Альпенгортера России, он испортился, немножко по-другому стал как-то выглядеть, ну, состав вроде тот же. Но вкус уже другой ощущаешь, не тот же. Ну, день и ночь практически понимаешь, что вот самопальный шоколад вкуснее. Тупо сделано или на какао-масло, какао-масло как отёртое, или даже на какао-бабах, на прямую. Все грани щедрости, выиграл один миллион рублей, где это всё? Нету тут ничего не написано. Обманули. Пепец. Не, тут что-то написано, но я только сейчас это всё заметила. Короче, тут 82 грамма. Россия, щедрая душа, кофе с молоком, молочный шоколад. Мне раньше очень нравился шоколад с кофейной начинкой Альпенгольф, но там в составе стали добавлять пальмовое масло. Может, оно, конечно, и раньше добавлялось, но вот у меня несколько лет уже как, на пальмовое масло очень такая странная реакция. Можно сказать, аллергия. Я, видишь, задыхался ночью, говорю, у меня вот действует какое-то масло ещё сейчас. Короче, очень неприятное ощущение. У меня есть одна подружка, у неё такое же ощущение, аллергия, такая же реакция на пальмовое масло в составе продуктов. Поэтому в итоге я вот купила эту шоколадку. Ну, вот утром её в первые половины дня нормально так есть, причём мне её намного, надолго мне её хватило. Я вообще первый раз чашкой только кусочек шоколадки съела. Вдруг раньше я могла бы отнутри схомячить половинку, две трети, но тут один кусочек был. Вечером как-то я захомячила, как раз когда тапила, по-моему, додзю, все шесть кусочков. Кофе чувствуется, но вот реально что-то не то сейчас. В этом шоколаде как-то, ну, не так. Я такие, у меня два таких было. Это сушёные бананы по 100 грамм, а по 49,99 из доброценно покупала. Две штучки, два пакетика. Хорошие бананы, единственное, что иногда попадаются, ну, очень такие сухие и крепкие. Не моими зубами их жевать молочными. Ну, я думаю, и не только не моими, ну, просто такие, в общем. Первые – это два верхних зуба. У меня не молочные, а постоянные. Внизу у меня один постоянно есть, не молочный. По большей части остальные просто все молочные. Из 27 зубов вычтите это. Вот, ну, где-то зубов 20 у меня молочных осталось, остальные постоянные. Короче, сушёные бананы изготавливаются, производятся с 1966 года в Вьетнам. В составе просто бананы. Можно, конечно, самой посушить, заморочиться, купить бананов по 60 с чем-то, они там килограмм или по 70. Я просто сейчас не знаю, какая цена у бананов. Очистить их, порезать в сушилке там несколько часов, посушить, потом сушилка очень много электричества берёт, как я заметила, вообще жуть. Заблодить за электричество, может быть, по себестоимости оно, конечно, будет и дешевле, если побольше тут насушила, тут всё 100 грамм. Но когда тупо хочется бананов и не заморачиваться, с чаем вкусно. Вот по штучке 2-3. Вчера я, правда, дофига съела штучек 5, наверное. А так по штучке с чашкой за раз нормально. Хорошие бананы. Если у вас есть доброцены или просто такие бананы, и вы любите сушеные бананы, то приобретайте с собой эту. И у меня тут закончился, я их иногда покупаю, Нина Фарина, мне очень нравятся такие сушки. У них и с помидоркой, и без помидорки. У них очень хороший прозрачный состав. Единственное, не догоняю, почему там в составе спирт указывается, что он делает этот спирт. Ну уж лучше в составе спирта, чем маймовое масло или какое-то е, потому что у меня есть мясо, которое я купила в доброцены. Мне очень оно с виду понравилось, но оно балык свиной. И состав там более-менее прозрачный был, но, видимо, там какая-то ешка, на которой у меня аллергия. Не такая дикая аллергия, как у меня бывает в сладостях добавляется или ещё куда-то, в печеньки всякие вот такие, что у меня всё прям чешется от глаз до всего. А так вот где-то местами, и не то, что я там плечами покрываюсь, но вот я засыпала тут на днях, дней 5 назад, когда перед этим бутербродик вечером сделала с этим мясом. И у меня вот на лбу я прям ощущала по ощупь, что там, думаю, комар что ли накусал, но у меня как бы иногда просыпается какой-то комар тут, но комара я не слышала. И я понимаю, что у меня, видимо, вчера я поняла, что это, видимо, аллергия на это какой-то компонент, это мясо. А тут у нас Нина Фарина Таралинни классические. Маленькие такие сушечки, мне очень нравятся. Я их, если вижу в магните по скидке, и при этом мне хочется что-то такое. Ну, в смысле, есть один отдел, в магните у нас вот в местном, где они есть, и если мне что-то такого хочется, или именно их, я туда подхожу и смотрю, и они обычно по скидке. Я их покупаю. Я не знаю, при чём вообще, сколько они вот сами по себе стоят, если не по скидке. Так, сейчас глянем, сколько тут вообще грамм-то было изначально. А, тут 180 грамм. Вот небольшой такой пакетик, так вот с чаем похрустеть, очень даже вкусно. Супом иногда поесть. Если что, вот я вам советую. Такие хорошие штучки. В общем, на этом всё. Все мои баночки еды съесть или выкинуть. Съедобное, несъедобное. Несъедобного было мало, съедобного было больше. Всем спасибо за просмотр. Пока!